Для того, чтобы составить планы на ближайшее будущее и развиваться, нужно подробно проанализировать всё сделанное за прошлый год. Это поможет внести необходимые изменения в работу и двигаться дальше, добиваясь новых успехов. Мы побывали на открытой сессии Совета рисового сельского поселения. Об этом важном событии в жизни поселения мы и расскажем. Перед депутатами местного совета и жителями с докладом о проделанной в минувшем году работе выступил глава сельского поселения Анатолий Пономарёв. В работе сессии приняли участие глава Славянского района Роман Синеговский, его заместители и руководители структурных подразделений. Глава поселения рассказал о том, что администрация старается не упускать из виду проблемы жителей. Здесь своевременно отвечают на обращения граждан. Специалистами администрации приняты за год 98 человек, 110 получили ответы по телефонной горячей линии. 32 жителя были приняты на личном приёме главой поселения. Больше всего обращений по вопросам благоустройства, и они решаются по мере поступления. Общими усилиями за год было сделано немало. Выполнил ремонт первой дорожки на стадионе. Был произведен монтаж, освещение аллеи по улице Ленина. Установлено стелло «Я люблю лисы». На реализации программы развития сети автомобильных дорог выделено было 13 млн 514 тысяч рублей. Контракт полосрочный, поэтому в 2022 году выделено было 4 млн, в том числе 3 млн 880 тысяч средств краевого бюджета и 120 тысяч средств бюджета поселения. В 2023 году 9 млн 514 тысяч, в том числе 9 млн 229 тысяч рублей краевого бюджета и 285 тысяч местного бюджета. По данной программе выполняется капитальный ремонт по улице Ортяновска. Бюджет поселения исполнен по расходам в сумме 19 млн 596 тысяч рублей. И пошли эти деньги прежде всего на социальные нужды и благоустройство. Развитие и решение проблем удается добиваться благодаря помощи и взаимодействию с районной властью. Глава Славянского района Роман Сенеговский отметил, что в поселении есть зримые перемены к лучшему. Он положительно оценил работу главы поселения, который держит руку на пульсе жизни, активно участвует в программах, встречается с жителями. Много хорошего сделано за 2022 год и делается в настоящее время на уровне всего района. И об этом было рассказано в докладе. В Славянске-на-Кубани построен Центр единоборств. Его открытие состоялось в январе этого года. Центр вносит имя Андрея Ефимовича Бизанова, ветерана Великой Отечественной войны, почетного жителя города Славянска-на-Кубани, легендарного учителя Славянского района, который большое внимание уделял здоровью и физическому воспитанию молодежи. Для жителей поселка Солхозного построена тренажерная площадка. В Станице-Петровской новая площадка для сдачи нормативов ГТО, а рядом с ней завершается строительство физкультурно-спортивного комплекса. Кстати, хочу вам доложить, что у Трисового поселения у нас стоит первое на очереди на строительство новой спортивной площадки. В районном центре рядом с новой школой строится большой современный садик на 320 мест. В поселке Забойсков капитально отремонтирована дополнительная группа на 20 мест. В заключении своего выступления Роман Сенеговский поблагодарил жителей сельского поселения за работу. Хочу поблагодарить всех жителей сельского поселения. Я считаю, что мы здесь как одна большая семья. Поверьте, слава ему, встречаемся каждую неделю. Стараюсь мониторить и социальные сети, и обращения. Вижу, что живете мирно. Стараюсь какие-то вопросы решать. Обязательно поддерживаю по возможности софинансирование каких-то программ. В ходе открытой сессии жители смогли задать интересующие их вопросы. А интересовало их, прежде всего, строительство тротуара. Также был ряд вопросов о медицинском обслуживании. Как и где организовать врачебный прием, чтобы было более удобно. На эти вопросы ответили представители ответственных служб. Работа главы поселения и администрации на сессии была признана удовлетворительной. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин. Программа События.